Архитектор обретает творческую свободу, только проектируя струю для себя. Возможно, именно этот опыт открывает тайну создания пространств, меняющих мир к лучшему. Архитектор может изменить жизнь человека, но иногда он делает ее хуже. Я боюсь все время об них порезаться. Все возможно. Он абсолютно ничего не стоит, это три копейки. Создать самое прекрасное здание на свете, которое только можно себе вообразить. Всегда перфекционизм, понимаете, до последней точки. Все должно быть сделано вот так. Мечта о собственном доме становится химирой, когда на его строительство нет средств. Но при большом желании средства найти можно, хотя и не совсем обычные. Дом, который архитектор Татьяна Романова построила вместе со своим мужем-физиком Евгением – экспериментальная площадка, где при минимальном бюджете удалось соорудить фантастическую конструкцию для жизни семьи. Она стала местной достопримечательностью и памятью о Евгении, ушедшем из жизни в 2017 году. Голландец Рене Ван Зуук попал в авангард европейской архитектуры благодаря инновационным экспериментам с материалами и конструкциями. Свою творческую концепцию он выработал на строительстве собственного дома, на которое не потратил ни цента. Странные постройки Романовых в Подмосковье и Рене в голландском городе Алмере – это воплощение их мечты. По принципу «я тебя слепила из того, что было». Когда едешь на Николину гору, то ожидаешь увидеть старую профессорскую дачу. И вдруг видишь вот это вот странное пространство. Как это все появилось? С чего началось? Вообще Женя всегда хотел быть в авангарде всего. Неважно, это физика, поэзия или творчество художника. Во всем он хотел быть в авангарде. И, соответственно, в архитектуре самое авангардное место было в тот момент – это деконструктивизм. Вы с Женей, я думаю, в то время были в эйфории. Вы нашли друг друга, вы строили свой мир. Это было адекватно вам. Вы были увлечены деконструктивизмом. С тех пор прошло время. Женя ушел. Интерес к деструктивным формам деконструктивистской архитектуры остался в прошлом веке. Архитектурная парадигма радикально поменялась. Сейчас важны проблемы экологии, энергосбережения, универсальности использования. Насколько это пространство оказалось жизненным лично для тебя? Лично для меня оно абсолютно жизненно. Это мой мир. Наш мир с Женей, он абсолютно жизненный, потому что мы его же для себя строили. Другое дело, что для других людей сейчас никто это предлагать не будет. Ты помнишь родительский дом? Мои родители жили в самом обычном блокированном доме. Половина голландского населения живет в таких домах. А чем занимались твои родители? Отец был рабочим на фабрике, а мать служила в статистическом управлении. Заполняла опросные листы. Для них, наверное, было большое событие, что ты поступил в университет. Они сказали, что не понимают, зачем это мне нужно. Это часть твоей и вашей жене идентичности. Это, да, часть идентичности нашей семьи. А у этого дома есть название? У этого дома такое количество названий, что даже не знаю. Ну, дом-перестройка, это как бы вот было, как-то сигнальный проект. Я тебя спросила, потому что голландский архитектор Рене Ванзук, который построил себе дом очень странный, он назвал его душа. Стены я сделал из кровельного материала. И это, конечно, было неожиданно для фирмы, которая нам предоставила его. А эти панели используются в кораблестроении. А это прекрасная рама. Она из алюминия. Ее нам подарила компания-производитель. Я вижу металлические колонны. Они из стали, обработанной цинком в противопожарных целях. Колонны несут нагрузку от всего дома. А почему ты назвал свой дом душа? Это название романа известного голландского писателя «Психи», что в переводе означает «душа». В романе рассказывается о маленьком ангеле по имени Психи. Это мифологический герой, ангел с крыльями. А наша двойная крыша в разрезе как раз напоминает размах крыльев. Я тогда зачитывал с этой книгой и подумал, вот подходящее название для нашего дома. А как появился второй дом? Как ты нашел место для его строительства? Я купил соседний участок и недешево, потому что на нем уже стоял дом и продавался как раз он. Я его снес и освободил место для строительства. Когда ты возводишь второй дом рядом с первым, таким выразительным, тебе нужно принять трудное решение. Проектировать его тоже экспрессивным или спокойным, как бы фоновым. Мы решили сделать его скромным, чтобы он оттенял «Психи». Это два совсем разных домов. Они хорошо работают вместе, отнюдь не дополняя друг друга. Таня, ну это же тоже семейный дом. Вот кубики – это был первый дом, который мы построили. Это названный большими архитекторами наивный деконструктивизм. Допустим, приподняли кубик – это вход. Ударился кубик – это окошко. Вот такое все очень простое. Как будто маленький ребенок играл в кубики. Вот, вот это оно самое. В принципе, все это не производит впечатление капитального строительства. Это как будто бы макет в натуральную величину. Согласна. И вообще весь этот участок – это большое экспериментальное поле, на котором мы производим некие действия, смотрим, как они работают, показываем их после этого заказчикам и говорим, вот смотри, как оно будет. Я, глядя на этот макетик, подумала, что вот эта гиперболоидная форма появилась для того, чтобы сохранить это дерево. Да, конечно, это наш принцип. Мы сохраняем природу и боремся за то, чтобы ее восстанавливать скорее так. У нас ни одно дерево на участке не было срублено. Так, ну, значит, вот этот странный дом появился. Я вижу, появились рельсы. А этот-то зачем? Рельсы появились самыми первыми еще до того, как строилось все остальное. Вот эта часть, платформа с колесами, она была сразу в 95-м-6-м году, а вот этот вот блок, который сейчас уже есть, появился в 2011-м. Наш комплекс состоит из двух частей. Основная часть, первая – это вот этот комплекс непосредственно стабильный. И вторая часть – это называется подземный город. Женя очень не любил мороз, ему очень хотелось гулять по саду зимой, поэтому предполагалось, что под всей землей, и части эти воплощены, происходит движение в течение зимы, из этих вот условно кристаллов окошек и всяких башенок можно забираться, подниматься и смотреть на природу. Когда зима, допустим, он стабильно встает на стоянку на зимнюю, и он принадлежит этой части. А когда лето, он может перемещаться здесь, и он принадлежит, собственно, саду и городу подземному. По свободным частям рельс он доезжает сюда, и вот его вторая поворотная площадка, и здесь это все вот как бы нормально двигается. А дальше у нас там питомники, поэтому никто не ездит. Слушай, ну зачем вам был нужен мобильный дом? Была идея именно вот того, как трансформируется твоя психологическая ситуация от того, что ты перемещаешься вместе со своим жильем. Аттракцион такой. А потом, когда выяснилось, что еще плюс к этому мы строим и так, и сяко, уже у нас есть объекты и все прочее... А потом этот дом принес заказчиков? В какой-то мере он подтвердил наш профессиональный уровень. Ну и степень некого сумасшествия, которое близко русским людям. Да, и плюс к этому еще нетрадиционное, да, вот это вот все подходы и мышление, которое развивалось все эти 24 года. Вот это твой самый первый дом, который ты строил для жизни семьи. А сейчас используешь его как архитектурную мастерскую? Да, вот тут на первом этаже рабочее пространство. Раньше здесь была спальня. А почему в спальне прозрачные стены? Здесь самая изолированная зона. Она отделена от внешнего мира деревьями, а от остального интерьера этого дома – коридором. Мог ли ты представить, строя этот дом для семейной жизни, что он станет твоей архитектурной мастерской? Конечно, этого никто не знал. Но вот что хорошо. Когда проект глубоко проработан, он отлично приспосабливается под новое использование. Думаю, вся твоя архитектура хороша для этого. А что здесь было раньше, когда тут жила твоя семья? Здесь была столовая, объединенная с гостиной. Вот тут стоял обеденный стол. А не слишком ли сложно поднимать сюда блюда с едой и с кухни на первом этаже? Конечно, непросто. Но вид, открывающийся со всех сторон, того стоит. Здесь впечатление, что мы живем на деревьях. Ну вот наш домик бабочка. Это просто какой-то центр управления полетом или поездом. Да, это просто три системы отопления. Одна геотермальная. Здесь датчики. Значит, это сколько в земле. А зачем нужно наблюдать так подробно из подземного? Потому что это опять эксперимент. Это сделан дом был для заказчиков, которые захотели строить энергопассивный дом. А чем обусловлен этот кокон в коконе? Это несущая конструкция, что ли? Что это такое? Да, это внутренняя колонна, которая полая, в том числе, как бы изнутри. Здесь история в чем? Что поскольку это плита металлическая, в которой внутри подшипник, вращающий дом, если опереть на края плиты, то при малейшем перекосе, ну там в ванну, например, налил полную, и на одну сторону дом перекашивает. Почему? Потому что он же на подушках, на настоящих трамвайных чашках, все это, рессоры там, все это работает. Его чуть перекосило, и подшипник заклинивает, и он не может вращаться. Ну, нужна была система конструкции, условно, шампиньон, да, то есть вот это нога, гриба. Он наверху имеет шляпу, а на шляпу, шляпа это вот эта вот все, вот оболочка, да, на шляпу прицеплен вот этот пол, это юбка у шампиньона. Вот этот пол держится за эти стенки. Ну что, пошли шляпу покажешь? Пойдем, покажу шляпу, да. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот материалы, это строительный рынок или какие-то тоже... Абсолютно все в доступности. Этот вот объект, как эксперимент, показать заказчику, как построить его дом, заключался именно в том, чтобы из обычных материалов, из обычных технологий, дешевых при этом очень технологий, построить то, что на Западе стоит нормальных денег. То есть достоинство этого дома в том, что он очень бюджетный? Он абсолютно ничего не стоит, это три копейки. Рене, думаю, многие принципиальные для архитектуры этого дома решения были приняты из-за многочисленных проблем, и в первую очередь финансовых. Не так ли? Когда я стал победителем конкурса на Дом мечты, объявленные администрацией города Алмери, мне выделили землю под его строительство. Но ни один банк не дал мне, вчерашнему студенту, ипотечный кредит. Тогда мы решили найти спонсоров. Компании, производящие строительные материалы, для которых участие в моем проекте могло стать хорошей рекламой. Проект пришлось несколько раз переделывать под возможности спонсоров. Например, я заменил деревянные конструкции на стальные, когда спонсоры нам дали металлические колонны и рамы, а деревянщики отказали. Мы построили дом из того, что удалось найти. У русских есть такая сказка «Суп из топора» про солдата, у которого не было ничего, кроме топора. Но он нашел немного там, чуть здесь, и сварил суп вроде как из топора, то есть из ничего. Ну вот, стемнело, и карета превратилась в тыкву. Таня, это что это за... Это пузырьковая пленка, в которой фарфор заворачивает у нас в стране обычно. Так, и почему вы ее повесили? Потому что воздух – это самый лучший утеплитель на свете. Ну, это наша знаменитая Маня и Ваня. Маня – это бидон, а Ваня – это часть культиватора, трактора от бараны. Вот Маня с Ваней встретились, поженились, и у них зажегся огонь в сердцах. Ну, это практически как вы с Женей. Да, примерно, да. Дальше он был доработан псевдо-рекуперационной системой, которая захватывает холодный воздух, об трубу камина нагревает и выбрасывает на второй этаж уже теплый воздух. Вот отопительная система. Горячий воздух из топки поднимается вверх, согревая второй этаж. Тепла достаточно и на обогрев кухни. А это – уровень пола коридора входной части. Видишь, под ним все элементы кухни. Здесь проходит лестница, ведущая в главную спальню. Ты не потерял ни одного квадратного сантиметра. Этот дом – пазл, все части которого вписываются друг в друга. В Голландии разрешено строить жилые дома не более 500 квадратных метров. Подвал считается отдельно. Проблемный ландшафт с перепадом уровня рельефа позволил получить дополнительные 300 метров. Строительная инспекция согласилась, что нижняя часть дома – это подвал, хотя она не уступает верхней по всем параметрам. Тебе достался проблемный участок, умное использование которого позволило получить дополнительное пространство в доме. Проблема – ты превращаешь преимущество. Самые выдающиеся решения, которые были маленькой революцией или большой революцией в архитектуре, они именно проходили в условиях, когда, казалось бы, невозможно. Павильон Махорка Мельникова. Почему? Не было достаточно пространства, чтобы поставить сарай, необходимый для технологии сушения. Тогда Мельников делает вертикальную систему сушения табака, которую потом приняли в все эти колхозы, которые выращивали. Тот же самый ванзюк строит это в дом, жилой, который расширяется кверху, потому что застроечное пятно крошечное. Для жизни я предпочитаю минимализм, а в своих проектах пытаюсь добиться экспрессивности. «Ты ведь эмоциональный человек, но никогда не позволяешь себе это проявить. Ну, разве что в архитектуре». Конечно, мачты на мосту смотрятся странновато. Мы их поставили потому, что город мечтал построить гавань как раз за мостом. В море множество парусных лодок, но они никогда не заходят сюда. Это просто невозможно технически. Поэтому мы построили мост, отдаленно напоминающий парусник. С расстояния можно подумать, что это гавань. Эта форма появилась потому, что строительная площадка для нашего объекта соседствует с металлической сферой, постройкой известного архитектора Вильяма Олсепа. Мы не хотели потеряться в его тени. К тому же эта форма позволила расширить площадь апартаментов на верхних этажах. Она появилась с движкой модулей самого обычного железобетонного каркаса. Один русский журнал хотел опубликовать мой дом. Я послал им фото. Они ответили, а когда ты вернешь мебель в свой дом? Им показалось, что он пустой. А у тебя здесь, ты здесь проектируешь? Ну, значит так, проектирую я все-таки руками в своей мастерской вручной. А сюда уже на компьютер заводится то, что спроектировано, склеено в макетах, для того, чтобы размеры были собственно точные. То есть ты не пользуешься ни автокадом, ни архикадом? Я пользуюсь программами, но не для того, чтобы спроектировать, То есть ты думаешь не на компьютере? Нет, нет. Это чертежный инструмент, вместо того, что калечки мы раньше выпускали одну за другой. Вот Рене Ван Зу мыслит не просто с компьютером, но еще и с 3D-принтером. Это инструмент для нарезки макетов? Мы его изобрели и собрали самостоятельно. Но он может нарезать и объемные формы, быстро и из дешевых материалов. Объясни мне, пожалуйста, суть своего изобретения. Мы нарезаем из очень дешевого полипропиленового материала внутренние слои, наподобие матрешки, а потом устанавливаем их один на другой. Материал очень легкий, что при желании позволяет создавать крупные формы, поскольку нагрузка от него совсем невелика. Этот дешевый материал хороший для изготовления макетов. А если тебе нужно построить реальный объект для жизни, это возможно? Мы уже построили один на севере Нидерландов. А как он себя ведет под дождем и снегом? При низких температурах? Прекрасно. Он очень прочный и может простоять 50 лет. Неужели? Думаю, эта система будет эффективна в условиях землетрясения и катастроф. Она позволит быстро обеспечить кровь для обездоленных. Да, мы уже выиграли и международный конкурс на эту тему. Это, кстати, я, а это, кстати, Женя вот с мамой вместе. Мне тут 5, наверное, а Женя тут 3, наверное. Это же тоже, наверное, твой портрет. Да, это я. Авто или это Женя тебя Это Женя называется. Насколько пуговиц застегнуты сердца женщины. Центр и душа дома здесь? Здесь, в этом доме, будут такие места, которые никогда не станут достроенными, безусловно. А вот этот сложный перекресток, лестниц, коммуникации. Потому что дети туда, а взрослые сюда. У нас, в отличие от обычных домов, когда вот две семьи так, у нас две семьи вот так. У вас просто как у Рене Ванзука переосмысление, назначение расхожих материалов. Глаза очень сложные природные условия. Дикая сырость, страшный ветер. И при этом они тоже не любят тратить деньги. Когда деньги есть, они все равно очень рачительны, каждый цент. И очень взыскательны к использованию полезного каждого квадратного и кубического сантиметра. Что для тебя наиболее важно в архитектурной профессии? Научная мысль или художественное озарение? Или инженерная часть? Что важно лично для тебя? Для меня инженерная мысль. Она очень важна. И я реально хочу понимать, как проект будет реализован в строительстве. Но если в самом совершенном сооружении не появятся души, чего-то очень специального, оно будет скучным. А как ты привносишь душу в архитектуру? Открой свой секрет. Это должно быть что-то в тебе самом. Этому нельзя научить, как, например, можно научить инженерному делу или конструкциям. Невозможно научить, как вдохнуть душу в архитектуру. Ты говоришь про талант? Думаю, да. Думаю, да. Но также нужно не бояться сделать большую ошибку. Архитектор должен быть смелым? Да. Я всегда говорю своим студентам, ничего не бойтесь. Поймите, что вы действительно хотите, и делайте это. Построить мечту, задача требующая не только воображения, но и большой смелости. Как решиться на стройку, не имея достаточных средств и ресурсов? Из чего и как возводить стены своего дома? А что будет, если ничего не получится? Вопросов, на которые нет ответов, бесконечное множество. От них страх и неуверенность, парализующие волю. А победить их может только любовь к своей семье, к своей земле и к архитектуре. Вот тогда и получается обыкновенное чудо. Дом из мечты и палок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok